МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, уважаемые радиослушатели, любимые шансона. Ну, сегодня в студии. Вот, зажигаем потихонечку. Зажигаем. А, между прочим, поклонники уже пишут. Вот ты еще ехал к нам, а они уже с удовольствием и с радостью поприветствовали, просили передать самые добрые, самые пламенные пожелания. Спасибо огромное. До сих пор никто меня не может разубедить в той простой мысли, что мой фэн-клуб самый лучший в мире. Вот, и поскольку некоторые его замечательные представители, вот, совсем недавно было несколько концертов, по-моему, то ли, вот, под 50 раз уже несколько человек были на моих концертов. Вот, говорят, в Туле на прошлой неделе был концерт, да? Да-да-да. Ну, нет, просто общее количество человек, который сходил на мои концерты, уже под 50, 48 или 47 раз. Так. Вот, это не за всю жизнь, это вот за последние там несколько лет. А можно внести радость предложения в жизнь фэн-клуба? Ну. Есть же, например, серебряная свадьба, золотая свадьба, а здесь тоже же можно. Сходил человек на 50 концертов? Слушай, Рома, да. Вот что-то можно. Да-да-да, какое-то это самое. Золотой какой-нибудь подарок от артиста. Золотой какой-нибудь учредить надо. Я вообще предлагаю глобально это сделать, просто учредить на базе радио-шансон какие-то вот такие вещи. Кто, допустим, там на Разгуляй, который у нас уже будет через несколько дней, сходил наибольшее количество раз, внести какой-то приз как-то человека поощрить. Да, ну, билеты сохранять, наверное, и потом как-то мы подумаем. Пригласить его в студию и просто спросить, как он докатился. Если у вас свободное время. Да-да-да. Что касается Эх, Разгуляй, друзья, это суббота, 6 вечера, 26 ноября, дворец спорта Мегаспорт, приходите. Ну, если у вас еще почему-то нет билета, добро пожаловать на сайт радиошансон.ру. Выбирайте билеты, приходите. Это бывает, ну, вот такое событие раз в году. Только раз в году. Да, будет у Сергея Любавина песня «Обнулица» там или «Пятница», как ее в ТикТоке обозвали. Огромное количество. Она несколько недель была чемпионом по количеству роликов, которые в ТикТоке просто простые люди делают на какие-то песни. И вот мне сообщали, звонили, говорят, вот чемпион как бы входит там в какую-то там пятерку или десятку, вот эту золотую. Люди назвали ее, песню «Обнулица» назвали «Пятница». Почему-то вот понравилась. Ну, она такая пятничная, настроенческая. Ну, приди же, развратница, добрая пятница. Там такие есть слова. Вот. И также эта песня прозвучит на моем концерте, который вот как раз после «Разгуляю» уже через несколько дней. Это 10 декабря. Друзья, Vegas City Hall. Начало в 19.00. Будет большая программа, интересная. С антрактом. У меня много сюрпризов. Вот. Я надеюсь, что все мы отдохнем и зажжем. 10 декабря. Vegas City. Милости просим москвичи и гости столицы. А гости будут? Сольные, может быть, какие-то партии? Будут какие-то неожиданные вещи, потому что все предупреждены. Вот. Гости. Так. И кто-то, может быть, просто подъедет, подскочит, и будет такой... Я очень люблю такие концерты, когда полная импровизация. Ты уже так что-то распланировал, задумал, выходишь на сцену, а тут раз кто-то подъехал из гостей и говорит, Сергей, так, давай что-то это самое поменяем. И программа меняется, и все это вот импровиз такой, такой студенческий, театральный, очень хороший. И все это как-то... Самое главное, публика это чувствует, что идет какое-то дыхание вот такое живое. Не просто вот там первое, второе отрепетировано, а идет такое живое дыхание концерта, и людям это нравится, и, я надеюсь, не исключение будет и 10 декабря. Вот я хочу спросить про песню «Обнулиться». Она как появилась? Я, например, не знаю, как появилась она, такая чудесная вещь в твоей программе. Просто я часто задаю вопрос, один и тот же, на своих концертах. Что нужно русскому человеку, российскому человеку, для того, чтобы исчезли проблемы на работе, в семье... В душе. ...с любимым человеком? И я, взывая к ним, я спрашиваю, что нужно? И обычно скромно, так, боском откуда-то из галерки... Обнулиться? Да, нет. Напиться или обнулиться, да, может, что-то такое, да. Вот, в общем-то, очень простые ответы такие. И навеяло... Ну, это действительно так. То есть начать с чистого листа, если вы там поссорились с любимым человеком, или неурядиться на работе. Вот надо обнулиться. А как обнулиться? Опять же, давайте по логике. Ну, что такое обнулиться? Внушить себе, там, сесть в позу лотоса, там, ну, конечно же, нужно выпить чего-нибудь, чаю хорошего, например, или что-то покрепче. И потом, обдумав все свое состояние душевное, начать с чистого листа. Наверное, вот об этом песня. А кто авторы, скажи, пожалуйста? Я автор и музыка, и слова, и... Вот, вот. Так скромно, вот надо вытягиваться. Вот так вот вдохновение и пришло. Да так громко и круто. Да, да, да. И я рад одному, что, самое главное, эта песня очень нравится людям. Она зашла в народ, зашла в вот эти социальные сети. С удовольствием на нее мне, наверное, уже, ну, несколько сотен просто мне прислали этих роликов. Люди обнуляются по полной у нас в стране. Я просто... То ли они к разгуляю готовятся, я не знаю, то ли что. То ли к концерту твоему сольному. Да, то ли к сольному концерту, да. Ну, обнуление просто. Народ присылает. И девчонки молодые, и старшее поколение снимают такие смешные какие-то с какими-то кошками, собаками. Ну, самое время, наверное, конкурс какой-нибудь запустить под эту песню. Флешмоб. Как вы обнуляетесь, да, флешмоб, а потом подвести какой-нибудь итог, например. Тем более, что фан-клуб у тебя вот такой вот отзывчивый, такой активный, действующий. Очень хорошая идея, и поэтому, пользуясь прямым эфиром, я радиослушателем радиошансон такую закидываю штуку. Давайте, звоните на радио, присылайте свои смс-ки, и с одним моментом. Вот как вы обнуляетесь? Как вы обнуляетесь? В принципе, что для вас пятница, и что-то такое для вас обнулиться, и начать с чистого листа. То есть ты хочешь, чтобы сейчас в течение часа писали, а ты выбрал какого-то победителя, или как? Или мы сделаем у тебя в соцсетях? Давайте сделаем, может быть, по итогам, потому что, ну, в течение часа кто-то не услышал передачи, кто-то... Давайте, если кто услышал, он расскажет своим близким, знакомым, что такой вот у нас конкурс организован. Вот. А от меня, соответственно, приз. Какой-то хороший очень. Но победителя ты выберешь, да? Победителя, да. Но я думаю, даже не я, а есть у нас продюсер, есть у нас директор, есть у нас музыкальный коллектив. Ну, все сядем, коллегиально выберем. Выберите. И какой-то будет подарок этому человеку. Хороший подарок. Отлично, друзья. Видите, это полезное время и для вас, и для артиста тоже. Мне кажется, что вот эта песня, она стала успешной. Почему? Потому что она была еще и неожиданной. Все в какой-то степени уже привыкли, что Сергей поет красивую лирику, а вот таких озорных песен давненько не было. И тут она, опа! Такая хулиганская. Хулиганская. И спасибо тебе за это. Да, и главное, что это родилась она в 20-м году. Как раз время совсем не хулиганское было. Помните, да, маски эти. Сквозь маску я сидел на гитаре, в микрофон что-то записывал первые аккорды этой песни. Но, тем не менее, вот произведение получилось. Я очень рад, что в «Разгуляе» прозвучит эта песня. А также она, естественно, прозвучит в живом исполнении на моем концерте сольном. 10 декабря. Вегас-Сити. Директор там мне какие-то жесты, чтобы я все-таки озвучил свой концерт. Да, поэтому гости столицы, москвичи, милости просим. Вегас-Сити-Холл. 10 декабря. Начало в 19. Берем билеты заранее, заряжаемся позитивом. Будем танцевать, петь вместе. Ну, будет здорово и будет весело. У меня, опять же, знаешь, продолжение вот про эту песню. А может быть, целый альбом будет такой прям... Хулиганский? Разгуляйский, да, озорной. Роман, ты куда меня подталкиваешь вообще? Ну, а почему нет? Вот такая программа, например, целое отделение будет. Ух! Вот такое. Ну, тут же вопрос, как бы по-настоящему творческий человек, я считаю, что он же не пишет как-то по заказу. Вот давай-ка я сделаю. А я сейчас не тебе, я к твоему подсознанию. Ты придешь, лежишь, а потом напишутся эти песни сами собой. Ну, может быть. У меня, кстати, уже есть подборка, именно несколько таких песен получилось. Именно вот в такие трудные годы, вот этот был ковид, все, а рождались почему-то веселые песни. Как и песня, допустим, «Холодает у меня». Это вообще хит, который вот везде, где бы я ни... Люди даже приезжали в Туле, приехала целая делегация девушек и сказали ему... Я ее не хотел петь. Песня «Холодает» у меня там про коньяк. Потому что слово «коньяк» есть. Я думаю, ну, наверное... Они говорят, нет-нет-нет, Сергей Петрович, мы только из-за этой песни 300 километров проехали. И я ее спел, мы зажигали, вот как раз она пойдет в эту копилку, обнулиться, холодает. Ну и наберем еще. Мы уже для альбома начинаем трек-лист составлять. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня, если вы только что присоединились к полезному времени, автор-исполнитель Сергей Любавин. И если есть вопросы к артисту, можете писать на номер плюс 79099551030 смс ватсап вебер. Пожалуйста, сообщения свои подписывайте. Пишите, как вы обнуляетесь, когда устали. Собственно, мы будем выбирать. Это очень важно, кстати. Это важно, да. Вот поймите, непростые времена, они в принципе, все же, все закредитованные, ипотеки, в семье, все это вот идет, идет, идет. И надо просто сбрасывать вот этот груз накопившейся усталости именно каким-то образом. И каждый это делает по-своему. Да, пока люди пишут, мы сейчас послушаем народного артиста России Александра Розенбаума, но потом вернемся к разговорам. Оставайтесь в нашей компании. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Осень на радио Шансон еще продолжается, так же, как и на календаре. И этим осенним вечером у нас в полезном времени автор-исполнитель Сергей Любавин. И в адрес Сергея приходит не только восхваляющая смс-сообщение, но и вопросительная. Вот, пожалуйста, Майя написала, говорит, вопрос такой. Булат Акуджава, кумир, говорил, что когда ему казалось, что он гениален, он шел на кухню мыть посуду. Посещают ли вас такие мысли? И как вы с этим справляетесь? Ага, вопрос такой. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает, и птичка улетает. Да, видимо, ну, я как... Я, во-первых, сразу сдавать. Мне вообще не приходят такие мысли почему-то. Никогда. Так. Ну, посуду моешь хотя бы? Посудомоечная есть машина. Ну, а так вот, если по большому счету, именно чтобы расслабиться и избавиться от ненужных мыслей, нужно пойти в баню. О-о-о! Вот, кстати, да. Просто, во-первых, да, вот к этому вопросу четко, потому что в бане генералов нет, в бане гениальных нет, в бане даже талантливых нет, кроме парильщика. Вот, и потому все там равны, и это единственное место, наверное, на всем земном шаре в мире, где люди просто настолько находятся на одной совершенно планке, интеллектуальной, физической, вот, и все делают для своего здоровья. А какой самый правильный веник? Скажи, пожалуйста, что береза... Ой, про веника мы давайте три передачи зарядим, я вам буду рассказывать только про веники. А это кто что любит? Ну, вот, допустим, дубовый, он просто самый такой крепкий, надежный, кожа от него потом лоснится. Береза, она помягче, она, ну, аромат, веников миллион, значит, это есть липовые, кленовые, какие-то, ну, эвкалиптовые, мятные, какие-то, ну... Но у тебя есть любимый веник, вот прям вот пошел, и без него я точно вот в бане никак. Ну, во-первых, с одним веником не хожу никогда. А-а-а. Мы когда идем с коллективом, это минимум четыре веника, а лучше шесть. Потому что я считаю, что одного человека, который лежит, нужно парить обязательно вдвоем. Вот, тогда он испытывает всю гамму эмоций, и отпаренный уже идет и покупает билет на их разгулять. Вопросы, даже пожелания к подсознанию Сергея Любавина хорошую песню про баню, вот хотелось бы такое... Слушай, да, Ром, вот это такое упущение, потому что я так люблю вот эту баню, это уже как-то религия такая. Значит, пожалуйста, про баню и про пельмени. Да, ты в курсе, что я банный проповедник? Вот. Ну, мы догадывались. Вот я могу рассказывать о вашем здоровье и как оно будет улучшаться, если вы будете посещать русскую баню. Раз в неделю достаточно? Раз в неделю достаточно, ну, не, раз в неделю вполне, но только не на час. У меня сын Иван, он как бы это... Пап, я с тобой в баню. Заскочит раз в парилку с телефоном, с мобильным, поговорит и убежит. Я говорю, нет, это не баня. Баня часа четыре хотя бы. Четыре часа? Четыре часа минимум, да. Не спеша, с чеком там со всеми, ну, кто с чем. Вот, но именно вот такое парение. Никакой критической температуры высокой, а только вот мягкий такой пар, проникающий, прогревающий кости, внутренние органы, заводящий иммунную систему вашу. Ну, вот такое. Вот что по-настоящему обнуляет. Не сауна, а баня, да? Однозначно. Не надо путать, да. Сауна, это не наше изобретение, это финны. У них там очень сыро, ну, питерская погода. Они любят высокие температуры, просто погреться. Просто согреть свою кожу, и все. А русская баня все-таки, это такой медленный, длительный прогрев всего организма. Вот чем согревает нас сегодня следующее сообщение, которое пришло от Катерины. Лично я, накопив в голове кучу бытовухи и прочего, еду на концерт Сергея Петровича и обнуляюсь просто на 300%. Реально, уходят все болячки, плохое настроение, проблемы, обнулиться, это с энергией нашего Сергея Любавина. Спасибо огромное, Катя. Вопрос еще. Да, и я думаю, что 10 декабря на моем сольном концерте в Крокус-Вегасе я постараюсь обнулить вообще всю публику, которая придет. Вопрос как раз по сольному концерту. Будет ли в трек-листе концерта в Вегасе песня «Я украду тебя»? Да, мы можем вообще... Да, давайте сделаем. Все в наших руках и в наших силах, однозначно. Я думаю, что то, что касается именно песен и исполнения, ну, что угодно, «Я украду тебя»... Ну, есть пожелание такое. Да, да, да. Хорошая песня, кстати. Давно не пели. Пожалуйста. Стуль, кстати, пели. Можно будет. 10 декабря. Вегас Сити Холл. Начало в 19 часов. Кстати, заказать билеты можно на сайте Сергея Любавина. Заходите, там вся информация. И не только об этом концерте. Да, и в свободной одежде, потому что у нас второе отделение это танцпол, чтобы можно было зажигать по-настоящему и ни в чем себе не отказывать. Все прекрасно. Про Серпухов спрашивают, значит, когда... Когда в Серпухов. Давайте, да, Серпухов. Может быть, это будет начало января. Как раз народ 31-го встретит Новый год, обнулится. Потом... Отдохнет. Подхолодает. Первого, второго подхолодает, потанцует и, в общем-то, отдохнет. А уже с 3-го числа, 3-е, 4-е, 5-е, вот эти числа я постараюсь директору донести. И, может быть, мы поставим Подмосковье, но и в том числе Серпухов. Спасибо. И вот, кстати, про Тулу еще. Пока собирались обнулиться после концерта в Туле, эвакуатор неожиданно забрал машину. Под песню «Холодает», а уже выпал первый снег, шли выручать машину. Ближе к ночи весело обнулились. «Навсегда запомнив Тулу», пишет Нина. Слушай, ну я могу повторить только слова великого Бисмарка, который сказал, этот народ не победит. Он непобедим. Он непобедим. В этом же плане я вспоминаю просто историю, какая-то, ну, какая-то вот на МКАДе жуткая авария. Мы проезжаем дождь, жуткая авария. Там какой-то пожар. Стоит две пожарных машины. Слава Богу, никто не погиб, ничего. И народ весь вот этот, который попал в аварию, все с улыбками, с пожарниками, общая фотография у них. Они фотографируются, люди проезжают, что происходит. Вот. И потому, ну, оптимизма нашим людям не занимать, и это меня радует. Ну, и чтобы оптимизма было еще больше, мы, во-первых, вспоминаем, что у нас завтра пятница. Да. Вот. А пятница и песня обнулиться. Да, приди же развратница. Они шагают рядом, да. И почему пятница ее назвали? Потому что там есть слова приди же развратница, добрая пятница. Уже нету мочи молчать. А страна у нас большая, и где-то ведь наступила уже пятница. А значит... Давайте сейчас поставим песню обнулиться в эфире радио Шансон. Да, песня участник Эх, Разгуляя, самого народного праздника на нашей планете обнулиться. Сергей Любавин на радио Шансон. Поехали. Полезное время с Романом Шаховым и Любовью Володиной. Есть еще несколько осенних деньков. Проводим мы их здесь, в эфире радио Шансон. Готовясь к Эх, Разгуляю 2022. Ну, и, конечно, один из участников, автор-изполнитель Сергей Любавин сегодня у нас в гостях. Читаем ваши вопросы. Ну, и, конечно, выбираем, кто же получит подарки. Причем, как мы узнали за эфиром, будет два подарка от Сергея Любавина. Так что, друзья, мы очень за вас рады. Тяжело было выбрать, конечно, да, но просто приперли к стенке, можно сказать. Пришлось, да. Люба сказала, ну-ка быстренько, это самое, Сергей Петрович. И пришлось выбрать два вопроса. Ну, это вот один вопрос про Акуджаву. А про Акуджаву, это у нас Майя. Номер телефона завершается на цифры 4580. Да, и второй вопрос, это про эвакуатор. Это такая жизненная просто ситуация. И преодолев ее, нельзя было не обнулиться. Кроме того, это сообщение пришло от Нины. У Нины даже на аватарке, в WhatsApp, она сфотографирована с Сергеем Любавином. Да, Нина, привет огромный. В общем, Нина и Майя сегодня одержали победу. Поздравляем, поздравляем. Нина и Майя, мы ваши номера телефонов передадим лично Сергею Любавину. Опа. Да, директору, я думаю. Директору, конечно, да. И Дима уже разберется и все решит. Правильно? Да. Мы вот хотели бы спросить тебя, знаешь, о чем? Ты путешествуешь во многих городах, все, наверное, города объехал. Да, да, да. Ну, не все, но так, стремлюсь к этому. У нас есть такая рубрика география шансона. И вот хотелось бы узнать, ну, люди, не все так ездят, как ты, как артисты. Куда можно поехать? Что можно посмотреть? Вот сегодня мы говорили, например, про Тверь. А что еще? Я дару. Какой-то город. Дай направление. Услышал. Ну, моя родина, вот просто то, что в голову приходит, это моя родина Сибирь, Западная Сибирь, в частности. Это, ну, вот просто в любое место вы поедете. В Ханты поедете. Это город такой великолепный. Вот в Ханты-Мансис, все знают. Да. А там просто, ну, вот центральная улица, это вот просто Арбат московский. Так все там сделано красиво. Плюс это река Обь, плюс это Нельма, плюс это Муксун. Два мамонта вот этих потрясающих, возле которого все фотографируются. Вот Алтай, пожалуйста, Алтай, Горный Алтай, настолько замечательное просто место, которое, я считаю, по своей красоте нисколько не уступает. Я там был в Швейцарии, не уступает французским Альпам. Великолепное Телецкое озеро, Карстовое, ну, просто чистейшая вода, там еще никаких производств, предприятий и все прочее. И, ну, можно озеро Байкал, да, господи, это целую надо передачу посвящать, куда у нас можно поехать в России. Это совершенно просто неизученная страна своим народом, я так считаю. Хорошо. Потому что люди спрашивают, ну, как, куда поехать, да, господи, куда вот не поедешь, всегда везде эти озера прекрасные, леса сосновые, великолепные. А где еще не было? Где хотелось бы побывать в нашей стране? В нашей стране из регионов, наверное, был везде, вот именно регионы, вот то, что касается там географии, климата. Вот. А вот, кстати, обсуждали мы с моим директором Димой, не был никогда, вот так получалось, много раз был в Новосибирске, много раз был в Томске, много раз был в Новокузнецке, в Барнауле, не был никогда в Омске. Как так? Это же Асгард, это древний славянский город, с которого все начиналось, вот вообще вот эта языческая культура наша, потрясающая. Я не знаю почему, вот какая-то вот мистика просто. Это в свое время у меня так было с Питером. Вы знаете, что я до практически 37 лет, если не соврать, никогда не был в Питере. Просто, я вот просто вот в округе даже, вот это, был там Колпино, Кириши, там все это, не как в Питер. И тут в 37 лет меня приглашают, какой-то Саша Фрумин еще проводил. Конечно, Александр Фрумин, да. Да, это самое, приглашают, и все с этого момента замкнуло. Люди вот думают, особенно приезжают, говорят, что я из Питера, потому что настолько, настолько часто там были концерты и все прочее. Фрумин благословил. Да, я надеюсь, что с Омском будет та же самая история. В Омск передаем большущий привет. Да, огромный привет Томску, да. Ну, если Асгард, то там Тор, наверное, должен позвонить. Ну, нет, Тор-то это Норвегия, это другая тема. Хорошо. Как дела у Вани? Расскажи, пожалуйста, чем сын занят, что у него интересного нового? Сын нормально, сегодня были на связи. Кстати, вот пока мысль не ушла, Ром, я хочу поздравить своего бывшего гитариста, ныне здравствующего, Алексея Конкина, у него сегодня день рождения. Столько с ним выпито чашек чая, вот, столько положительных эмоций испытал, и очень люблю этого человека, и сегодня у него день рождения, от души поздравляю. Вот, а Иван, что там, трус не играет в хоккей, если в двух словах. Поэтому все хорошо у него, развивается, работает. Он тренирует, да, по-прежнему? Какие-то такие зрелые, вот, выкладывает в свой Инстаграм какие-то зрелые такие мысли о бизнесе, о развитии своем, о движении. Просто, я думаю, что пора ему уже за книгу садиться. Все, ну, единственное, говорю, женишься, это когда? 30 лет уже, это самое, говорит, пап, некогда пока, ну, вот. Пока еще школа... Да, посмотрим, да. Пока работает. По поводу музыки. Вот что-то мы говорили, все про музыку, а что-то вот новенькое-то, как чего? Обязательно. У меня планов громадье, то, что называется. Сейчас пройдут вот эти вот ответственные мероприятия, и в первую очередь, конечно, разгуляй, в первую очередь, конечно, 10 декабря. Вегас, да, да. Вегас-Сити, вот. И будет у меня такое время, пространство, я прям засяду, потому что мыслей очень много, творческих. Это будут, наверное, и какие-то совместные проекты с другими артистами, но и также что-то свое новенькое обязательно на гора выдастся, я думаю, получится. Ну, если баня, если, опять же, сходил на полезное время, здесь мы даем тебе тоже какие-то советы, и, опять же, фэн-клуб, который не дает расслабляться. Фэн-клуб лучший, самый лучший мир. Огромный привет, спасибо за вашу активность. Огромный привет, да, девчонки, мальчишки, ну, я так называю, там уже иногда бывают и люди такие, ну, в возрасте, много-то и молодежи, но, тем не менее, мне нравится, что людей что-то объединяет хорошее. Все-таки музыка, творчество, это все-таки хорошее, что такое, как и баня. Вот. Вот, и потому, да, поэтому дай бог всем здоровья, нашей стране всей замечательной, все на разгуляй, все 10 декабря в Вегас-Сити на концерт Любавина. Я уверен, вот, поверьте артисту, у нас в России все будет замечательно, несмотря на временные трудности. Пришел Сергей и зарядил. Оптимистичные ноты, друзья, мы закрепляем успех этого позитива, пусть он с вами остается. Это было жизнеутверждающее полезное время. В гостях у нас автор-исполнитель Сергей Любавин. До встречи. Мы тоже прощаемся. Любовь Володина. Роман Шахов. Пока, друзья. Счастливо. Пока-пока. Полезное время с Романом Шаховым и любовью Володиной.